всем привет киеве очень скользко киеве очень мокро вот такая погода у нас можете посмотреть все тает ходить вообще невозможно либо лужи либо какашки либо грязь либо скользко то есть вариантов нету очень редко где сухой асфальт есть погода скажу так меня с одной стороны радует повода с другой стороны огорчает радует только тем что я знаю что уже скоро будет весна вот это сто процентов вернее уже она даже начинается это весна земля подсыхает постепенно ночью примораживает днем ветерок подсушивает ночью мороз подсушивает иногда бывает солнечные дни солнышко подсушивает короче вот так все стремительно тает такая у нас красота все равно люблю жизнь люблю природу какая бы ни была погода жизнь прекрасна так такая красота у меня на подоконнике все никак как как я говорю разродиться не может зацвести уже большие такие вот эти бурулечки вот и покажу у меня вот вторая орхидея которую сломали росточек у меня кошка сломала и я помазала вот здесь цитокининовой пастой на месте сломана у меня там вот растет что-то не знаю что не знаю что либо отросток либо детка не знаю что будет кто разбирается напишите пожалуйста и фикус у меня пустил листочек короче все цветет сразу видно что весна так собаки вид гуся и покушала и покажу я вам сегодня свои покупочки магазин сельпо начнем беру сельпо у нас вот такая вот вермишель полная чаша мне очень понравилось это вермишель именно вот такого размера она видите не сильно мелкая но не крупная я ее отвариваю просто как гарнир 9 чем-то у нас стоит 850 грамм я так подозреваю это же вермишель у нас продается на развес но почему-то именно вот такой длинненькой на развес не бывает поэтому я беру вот эту длинную я когда у меня гарнир в основном это гречка пюрешка либо вермишель вот такая вермишель очень удобно бы длинная не всегда хочется варить вот я ее отвариваю сливаю воду и ее главное не переварить она вот неплохая вермишель но и кто умеет варить не не доварить ее надо слегка тогда она хорошая дальше дальше вот такие булочки для гамбукеров я взяла жалко что их по три штуки идет вот беру частенько делаю сама котлеты у нас в такой сковородке из мясного домашнего фарша либо с куриной грудки фарш либо короче любой какой вам нравится я с курицы делаю потом соленые огурчики сырок булочку я разрезаю на какой сковородке с двух сторон из внутренних поджариваю и выложу туда котлетку и собираю это кругом так лучок взяла у нас сейчас по акции по 2,99 вот килограмм тут дам потом я взяла мандарины и апельсины ой мандарины и яблоки но я их уже высыпала поэтому я не стала чтобы вылаживать выложила вот чуть-чуть показать такие мандарины у нас по моему по 29 гривен да грубо говоря 39 и яблоки по 9 чем-то семеренком так корешок имбиря я взяла кусочек такой мужу в чай уже потерла и буду лицо себе мазать увидела в интернете что мажут лицо что якобы это замес крема очень полезно так ряженку славяночка морковка 3,98 4 гривны до килограмм капусту потушу по 3,88 у нас сок по 12 извините чихнула поставила на паузу сок по 12 с чем-то наш сик там только по моему виноградный яблочный и томатный так молоко ягодинское вот расскажите в других городах тоже такая странная разница у нас молоко подорожало да 18 гривен стало вот 16 получается 16,80 73,2 процента и 16 где-то 50 60 ну в разных магазинах 16,40 от 16,40 до 16,60 2,6 процента а 3,2,16,80 то есть разница 30,20 копеек 40 копеек вообще не понимаю стала брать вот такое жирное я знаю что молочные продукты чем жирнее тем лучше так бананчики взяли по 26,99 на 21 гривну потом взяли собаки попробовать она раньше не ела у меня такие шеи куриные ну я так понимаю здесь не трубчатые кости как мой муж сказал вроде бы поэтому мы взяли полкило вот таких шеек обнудали она съела ну буду пробовать она будет хорошо в туалет ходить не будет рыгать то я буду давать ей продолжать так еще взяли две говяжьи в магазине хотели конечно какие то масла масолки повзять и ну знаете такая коленная кость но не было ну вернее они огромные и нам посоветовали взять плоткие они тут чуть-чуть жилками вот здесь такое так ну и все это все покупочки были на сегодня а ну был еще батон украинский я это не стану вам показывать вот да я еще сегодня поеду наверно в Ашан а кстати сейчас покажу вот в Ашане я купила для собаки вот такой поводок там два цвета он есть в магазине Козе тоже ну там в одном цвете а в Ашане значит такой желтый красивый не яркий тоже таких пастельных тонов и вот такой вот рожевым с камушками очень мне понравился цена просто ну дешлаковая 35 гривен за такой поводок он мягенький то есть как кожа ну такой знаете недебелый вот он гнется хорошо мягенький такой он очень похож на кожу очень похож но это конечно не кожа и с камушками но вечером мы гуляем очень красиво смотрится но он у нас на нас еще великоват и я категорически не хочу пробивать еще дырочки так как дырочку одну нам сюда ничего не решит как бы нам нужно где-то сюда пробивать дырку вот камушки я не хочу портить поэтому я решила что я решила что ну в принципе мы в нем ходим но муж у меня против он говорит что нужно ей сейчас купить чтобы был более плотный поводок то есть он одевается ей через голову но обратно снять в принципе не сильно легко да но если ее потянуть у нас проблемная собака 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 в том что она бежит ко всем людям вот кто где не заговорит ну тут не ее зовут а просто вот она сама бежит и поэтому поводок муж говорит что я там ваша не увидела такой коричневый он по всей длине дырочках то есть универсальный поэтому я возьму тот а этот у нас будет на постарше чуть-чуть и я такая подумала сначала знаете жлоб слово у меня сыграло думаю зачем нам два ошейника вот а потом такая подумала думаю нет все таки этот ошейник такой он красивый в нем летом воду знаете не нырнешь там на озере на природе тоже его жалко поэтому я возьму тот коричневый он будет у нас как бы на каждый день а этот мы будем так вот дома гулять может куда-то поехать с собакой на выставку может пойдем то есть обратите внимание ошейничек 35 гривен вообще мне кажется дешево потому что в дом магазинов там такие цели в интернете тоже даже на бушные просто смешные цены люди бушные ставят за такую цену даже пусть она сто раз там какое-то крутое кожаное но она бушная понимаете вот поэтому супер цена для ошейничка если я куплю ошейничек другой и поснимаю еще покажу все кому интересно что я покупаю для собаки может еще видео сниму конечно на эту тему если интересно пишите задавайте вопросы всем спасибо за просмотр всем пока пока